МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А мальчики эти хладнокровно убили 62-летнего мужчину. 26 декабря 2022 года в ночное время двое несовершеннолетних жителей пролетарского района города Твери, беспричинно с рюганским побуждением, причинили телесные повреждения, в том числе с использованием предметов в качестве оружия, гражданину, также жителю пролетарского района города Твери. От полученных телесных повреждений данный гражданин скончался на месте происшествия. В настоящее время возбуждено уголовное дело. По части 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации подозреваемые задержаны. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. На наш вопрос, за что, мальчики скромно промолчали. За что вы убили человека? В зале суда заплаканная мать одного из подростков. Я не буду ничего говорить, извините. Судебное заседание проходило в закрытом режиме. До начала у следователя удалось узнать некоторые подробности жестокого убийства. Вот они. Пятиэтажный дом в пролетарском районе города. Попросту говоря, общага. Когда-то здесь имел комнату, теперь уже убитый мужчина. Но жизнь повернулась так, что остался он без жилья. Решил коротать время в этих же стенах. Но, как говорится, без удобств. Попросту бомжевал. Люди мужчину знали, помогали, не обижали. Всегда помогал убирать снег. Жил вот здесь вот, за дверью, получается, на матрасе. Помогал снег убирать. Ну, выпивал, конечно. Но все равно делал, то есть всегда добрые дела. Никому зла не делал? Вообще никому не делал. Всегда приносил, помогал там. Всем помогал. Всем друзьям плохого ничего не делал. Я, как узнала, в шоке стала от того, что пока я сейчас молодежь пришла. По данным следствия, мужчину убивали под покровом ночи. Выволокли к мусорке и стали куражиться. Били ногами, руками и бейсбольными битами. Мало того, подонки снимали свои зверства на видео. Еще несколько минут после этого мужчина жил. Успел отползти, как бы ища защиты, к подвальной лестнице, где его и нашли прохожие. Маленьких нелюдей задержали по горячим следам. Один из них живет в этом же доме. Знал, кого убивал. Что про них известно? Один школьник, другой нигде не учится. Кстати, в зале суда в качестве оправдания злодейству услышали, мол, жители этой пятиэтажки неоднократно обращались в администрацию района с жалобами на проживающих здесь бомжей. Администрация не отреагировала. А коли и так, что ж теперь этих бомжей убивать? Чем одинокий, обиженный жизнью человек помешал вчерашним поймальчикам? Не тем ли, что зверское избиение беззащитного позволило возвыситься самим? Вот, мол, мы какие сильные и смелые. Философия вседозволенности. Только смелость эта куда-то подевалась в зале суда. Испуганные глаза, опущенные плечи. Когда этот репортаж готовился к эфиру, суд еще не принял решение по избрании подозреваемым меры пресечения. Продолжение следует.